Виталий, приветствую тебя! Снова очередной эффект технический фундаментальный анализ. Делимся своей оценкой текущей рыночной ситуации. Друзья, подсказываем вам, какие решения сейчас в моменте можно принимать, чтобы действовать вместе с рынком, использовать эти возможности и, конечно же, зарабатывать. Ну, традиционный комментарий фундаменталиста. Тема прежняя. Это обсуждение новых мер экономического стимулирования. Разумеется, то, что мы видели вчера по индексу американской валюты, резкий обвал курса доллара, как раз о чем мы с тобой говорили. Это ты, как с точки зрения техники, я помню, что тоже давал комментарии касательно этих мер стимулирования. Я абсолютно полностью согласен с тем, что при дополнительных инъекциях, вливаниях в американскую финансовую систему, больше бабла, больше инфляции, предсказуемое снижение доллара. Ну, и как бы другой сценарий, как оправдывать снижение американской валюты, то, что чем больше денег сейчас будет выделяться для того, чтобы помочь экономике справиться с последствиями второй волны ковида, тем, разумеется, больше шансов на последующее экономическое восстановление. Как правило, когда улучшается экономическая конвентура, снижается интерес к защитным инструментам доллара. Многие относятся к категории защитных активов, хотя я с этим немного не согласен. Я думаю, что на рынке куда более предпочтительные есть инструменты в плане защиты. Ну, короче, когда снижается спрос на защиту, интерес растет к риску. И мы видим то, что сейчас в моменте вся категория рисковых инструментов прет вообще локомотивом вверх. Давай тогда к демонстрации экрана и о том, что мы разбирали с тобой в прошлый раз. Да, ну вот ты сказал правильно, что сейчас все в рисковые инструменты вкладываются, а рисковые инструменты – это считается фондовый рынок, да, S&P 500. А вот когда будет, скажем, апокалипсис на рынке, то все будут, когда продавать акции, то они все будут конвертировать эти деньги в доллары, да. То есть вот тогда будет спрос на доллар очень хороший. То есть пока доллар хоронят, да, но он, скажем, какое-то время покажет свое место. Все верно. То есть когда растет фондовый рынок США, доллар падает. Когда настроение на рынке изменится, это вполне возможно. Ну, еще многие говорят, допустим, можно хеджироваться золотом, покупать золото. Но золото тоже является как бы с одной стороны хеджированным инструментом, но с другой стороны рисковым. Когда, допустим, тоже что-то начнется на рынке, будут выходить инвесторы с золота, скажем, и оно будет себе нормально проседать, как и другие инструменты. Поэтому недавно услышал одного инвестиционного консультанта, который сказал, формируя там пакет, ну, портфель там, говорит, ну, там покупаем акции, ну, и защитные покупаем золото. Если акции будут падать, то золото будет расти. То есть все, это, скажем, ну, посмотрим, как было с 2011 года по 15-14, то есть там тоже проседало с 2000, мы просели на 1000, то есть это 50 процентов. Ну, с этих хаев, которые были в 2011 году. Поэтому это тоже нужно учитывать. Ну, хорошо, давай, начинай с демонстрации экрана, потому что я не вижу. Еще я тогда сделал комментарий. Это касательно, опять же, того, с чего начал. Новые меры экономического стимулирования. Почему доллар вчера резко просил? Потому что вчера как раз был определен дедлайн Нэнси Пелоси, лидером палаты представителей о том, что если Белый дом хочет согласовать до выборов новые меры поддержки, им нужно было сделать предложение демократам, опять же, в рамках вчерашней сессии. И вот последний новостной фон. Я сегодня готовился к брифингу, изучал большую новостную фотку. Точно могу сказать, что первый раз за долгое время Нэнси Пелоси, которая блокирует прохождение всех мер экономического стимулирования, признала, что сейчас есть возможность для какого-то компромиссного решения. Она верит в то, что соглашение будет достигнуто до конца этой недели, то есть дедлайн подвинули до пятницы. Поэтому, друзья, то мощное движение, которое пошло вчера, оно будет продолжаться до конца этой недели. То есть обычно я заканчиваю этот наш с тобой эфир как бы предупреждением о рисках, но сейчас вот вставлю на текущем этапе до того, как мы перешли к торговым сделкам, что из-за ожиданий мощной болотинности на финансовых рынках будьте бдительнее, потому что как только на рынке появится сообщение молнии о том, что Конгресс США согласовал новые меры экономического стимулирования, если не будет никаких форс-мажоров, мы увидим еще больше прессинг на курс доллара и мощнейший импульс по рисковым инструментам. Кстати говоря, про евро ты сегодня будешь комментировать ситуацию. Я не знаю, как сейчас ты смотришь на евро после роста, который прошел, но я склонен полагать, что европейская валюта легко может добраться до сопротивления 1.20. Ну ладно, давайте демонстрация экрана. Начнем мы с моих идей. В прошлый раз я рекомендовал покупать нефть. Мы тогда были на практических хаях, это вот эфир прошлый. И вот, к сожалению, опять этот уровень 43 с копейками удержался. Почему-то продавцы в этот момент оказываются более активны, чем покупатели, снова сбрасывают котировки. Потом мы пробовали в очередной раз преодолеть планку 43.20, и опять же она не уличалась успехом. Сделка была закрыта по стоп-лоссу. В отношении рынка нет, друзья. Если он вас интересует, и вы все-таки не работаете с короткими стопами, а сидите позиционно в трейде, я как бы отношусь к тем трейдерам, которые считают, что рынок нефти может вырасти. Во-первых, это у нас четкое понимание того, что происходит с долларом, снижение курса доллара, это поддержка для котировок нефти. Есть еще сегодняшний отчет по запасам, который, скорее всего, снова покажет снижение запасов. Это позитивный фонд для нефтянки. И еще как бы отголоски понедельника после встречи с страной ОПЕК+. Мы получили еще одно доказательство того, что участники энергетического факта будут дальше отстаивать оппозицию, делать все возможное, предпринимать усилия, чтобы сохранить баланс на рынке нефти. То есть с 1 января они не увеличат объем нефтедобычи. Поэтому 45 долларов за баррель – это как бы средняя срочная цель. Вполне возможно, она будет отработана. Ну и вторая сделка была, опять же, в расчете на снижение курса американской валюты. Это сделка по продаже доллар-канадец. Она работала. Сейчас мы находимся на отметке вблизи, можно сказать, уровня 1.31. Друзья, здесь нужно удерживать, опять же, шарты. Почему? Потому что сегодня на повестке важный отчет по Канаде – это данные по инфляции. Скорее всего, индекс потребительских цен вырастет на 0,3-0,4% в годовом выражении. Это фундаментальный позитив для канадского доллара. Добавляем сюда ожидание роста нефти и слабости американской валюты. Вот, пожалуйста, все сходится в пользу того, чтобы дальше добивать цель 1.30 по паре доллар-канадец. Ну и что касается сегодняшних рекомендаций, я сегодня обращу внимание трейдеров, которые следят за нашим с тобой совместным контентом, пожалуй, только лишь на индекс американской валюты, потому что, на мой взгляд, потенциал снижения этого инструмента еще остается колоссальным. Причем это актив, с которым приятно работать, он показывает более-менее выраженную трендовую динамику, здесь нет свопов, уже неоднократно это подчеркивалось, да и в случае каких-то форс-мажоров, и если индекс доллар начинает двигаться в положенном направлении, эти движения не настолько интенсивны, чтобы трейдеру была причина паниковать. Вот прямо в моменте, когда я говорю о перспективах снижения коса доллара, доллар действительно поджимает. В качестве новой сделки я могу порекомендовать в случае отбоя, опять же, по факту дальнейшей спекуляции на тему новых мер экономического стимулирования, может быть стресс к волатильности и повторный заход выше сопротивления 93. То есть, если мы касаемся 93 пунктов, sell limit, сделка на продажу с снижением в район 92 и ниже и 100 после 93.60. Короче, фокусируемся только на долларе, но если у вас, друзья, есть понимание, что будет с американской валютой дальше, и вы согласны с моей точки зрения, то, что доллар будет слабее, тогда считайте, что созданы все условия, чтобы вы покупали евро, фунт, австралиец, новозеландец, короче, всю вот эту когорту рисковых инструментов. Виталий, слово тебе передаю. Видно рабочий экран? Пока грузится. Теперь видно. Так, всех приветствую. Как всегда у нас разбор прошлых рекомендаций и новые рекомендации и комментарии, возможно, по инструментах. Итак, евро-доллар. По евро-доллару это была единственная моя рекомендация, которую я давал в понедельник. Так, она очень хорошо себя отработала. Мы покупали евро-доллар в понедельник в районе 1.17.10, 1.17.15. Где-то мы вот здесь торговались. Цель я ставил. Первую цель 1.18 с копейками мы ее сделали. И вторую цель я ставил, как уже Артем отметил в начале, что он ожидает евро-доллар на 1.20. Это вторая цель. До нее еще, конечно, далеко. Ну, полторы фигуры осталось. Какой комментарий я могу на сегодня оставить? Если кто купил евро-доллар в понедельник, можно часть сделки закрыть обязательно, часть удерживать и с целями 1.20 и, возможно, выше в районе 1.21 и плюс-минус. Но, скажем, на текущий момент я пока торговых рекомендаций по евро-доллару, вот так как ты дал рекомендацию по индексу доллару, она возможна. То есть это аналогично евро-доллар в районе 1.18.30, зеркальный уровень и уход наверх. Это возможно, но, скажем, у нас есть хороший прострел наверх, а сейчас нам нужно сделать какое-то накопление, чтобы сходить дальше наверх. Ну, какую-то, скажем, коррекцию. Эта коррекция будет там боковик или там вниз и потом наверх. Это уже время покажет. Я сейчас не буду, скажем, там фантазировать, что и как. Конечно, мы можем из текущих сегодня там еще выше уйти, и потом уже эта коррекция отрисуется. Вот в таком как-то формате я ожидаю по евро-доллару. Поэтому кто уже впрыгнул раньше в вагон, вот эти ребята хорошо себя чувствуют. Сейчас, как сказал Баффет и Сорос, даем прибыли течь. И если мы оказываемся правы, то ожидаемая прибыль будет хорошей. Если нет, получится без убыток. Это что касается евро-доллара. Ну и, в принципе, в прошлый раз давал комментарий, что я согласен с тобой был по индексу доллара. Шорт, там канадский доллар. Кстати, канадский доллар вчера как раз моя одна ученица шортила его тоже в плюс. Очень хорошо получилось. А на сегодня хотел дать, скажем, рекомендацию по фунт-доллару в лонг. Потому что, если взять евро-доллар, доллар-франк, индекс доллара, они так хорошо отросли. А у него было накопление. Мы все-таки удерживали вот это поджатие наверх. И ночью уже начали, даже утром начали добивать вверх. Поэтому сейчас прыгнуть в поезд уходящий очень сложно. Нужно стоп, нужно там за минимум сегодняшний ставить, ну, текущие дневки. Поэтому пока отойдем от фунта, я бы его не советовал шортить, как некоторые делают, кто-то покупает. Я бы посоветовал сегодня шортануть нефть. Вот ты давал рекомендацию о покупках нефти. Марки бренд, да? У тебя любимая марка бренд. Почему-то, как у многих есть на пространстве СНГ, да, которые там торгуют условно московскую биржу, у них условно это бренд, скажем, основная нефть. Я бы посоветовал шортить нефть. Конкретно рекомендация будет по нефти марки Light. Шорт с текущих. Текущая цена у нас 41,25. Со стопом, давайте поставим 42. И падение у нас здесь, возможно, если все пойдет по плану, очень хорошее, где-то в район 40, 39 и, возможно, где-то в район 37. Это если все получится, как я ожидаю. Если нет, то будет стоп. В принципе, мы уже по евро заработали, по индексу доллара заработали, скажем, кто его тоже торговал, по другим инструментам. Я еще в прошлый понедельник говорил, что нужно обратить внимание на этот верхний уровень 41 с копейками. У нас присутствует такой канал, и мы вчера как раз вынесли его. Кстати, марка Brent не смогла вынести вот эти локальные хайи, только Light. Поэтому пока я стою на том, что предполагаю, что пойдем вниз. Если я окажусь неправ, ну, сработает стоп-лосс. Поэтому соблюдаем риски, чтобы не было такого, что нефть там растет дальше на 45, на 50. Мы такие, Виталий, еще шортим нефть в таком формате. Поэтому вот такая рекомендация будет у меня. Еще, кстати, почему я фунт хотел дать рекомендацию, но он уже отстрелил. Аналогично золото, у него было аналогичное накопление. Я вчера писал своим подписчикам канал, что стоит покупать золото на этих минимумах. Мы как раз тоже долго, я сомневался, там ребята предлагали исчертить его. Оно локально там отрабатывалось, но все-таки я больше склонялся к каким-то лангам. И уже идет какая-то реализация, мы сделали какие-то локальные цели. Ожидаю, что мы можем еще прострелить там район 1930 и, возможно, выше там 950-970 и еще выше, скажем. Но это время покажет. Пока все. Виталий, спасибо тебе за такие развернутые комментарии. Круто. Техническая оценка, друзья, фундаментальная дана. Принимайте решения. Рассказано все, что нам показалось сейчас интересным. Остается только дело за вами. Но, конечно же, контролируйте риски. Опять же, рынок очень активный. И настроения на таком рынке могут меняться довольно-таки быстро и значительно. Виталий, тебе хорошего закрытия недели, классных выходных. Тогда следующая встреча у нас уже с тобой в следующей неделе. Надеюсь, будет какая-то конкретика уже по новым мерам фискального стимулирования. И будем говорить уже о цифрах, а не о том, что когда-то там их могут принять. Короче, хочется двинуться уже дальше, цепляться за какой-то другой фон. Но пока мы не переварим эту тему с стимулами, к сожалению, другого фона-то и не будет. Ну и, конечно же, выбор уже не за горами в Штатах. Тоже наступит и их черед. Скоро тоже будем с тобой обсуждать. Я думаю, что и сделки с этим также будут довольно интересными. Спасибо тебе. Пока. Все, удачи.